Чемпионат мира в столице Дании в городе Копенгаген стартовал 16 сентября. И пусть после Олимпийских игр старт собрал под своими знаменами не всех сильнейших мастеров весла, это высококлассная гонка со своими звездами, захватывающими заездами и надеждами полейских поклонников замечательного вида спорта. В любом случае чемпионат мира это большое событие и от Мозырян мы ждем всегда очень высоких результатов, потому что ребята очень сильно готовы, уровень гребли в Мозыре очень высокий и самые большие надежды питаемые. После предварительных заездов стало понятно, что белорусская сборная привезет домой около 10 медалей. А вот какого достоинства, это мы узнаем после финальных заездов, которые состоятся в субботу и воскресенье, 18 и 19 сентября. Да, говоря о сентябрьских регатах, нельзя забыть состязания ветеранов в гребле. Они проходили в рамках приза «Деревянка» на прошлой неделе в Мозыре. У нас в Беларуси ветеранское движение по гребле на Байдархе-Кануэ развито очень сильно. Есть чемпионы мира, есть олимпийские чемпионы среди ветеранов, чемпионы других стран. Но, к сожалению, чемпионаты Беларуси не проводятся у нас официальных. То есть мы в этом году решили в Мозыре провести такое соревнование, собрали всех действующих ветеранов. И, слава богу, блин был не комом первый. Я надеюсь, что в следующем году будет присутствие в два раза больше ветеранов, и уровень будет гораздо интереснее. Мы хотим позвать из зарубежья спортсменов и побольше зрителей. В следующем году заездам ветеранов будет уделено самое пристальное внимание. Пока же еще раз полюбуемся регатой юных спортсменов и назовем имена лучших байдарошников и каноистов заездов в мастерс. Жоденца, Сергея Курасевича, Гомельчанина Геннадия Меженникова, Менчан, Юрия Инфоровича, Александра Болтынского и наших земляков Александра Громовича, Сергея Финдюкевича, абсолютного чемпиона Руслана Бичина, Александра Лянского и Олега Корнеевца, которые, будучи руководителем производственно-коммерческого общества с ограниченной ответственностью «Аметист», стал главным организатором гонки ветеранов, который станет, надеемся, отправной точкой развития этого направления гребли.